Минус 25, минус 30 это идеальная температура для строительства ледовых переправ. Именно такая температура установилась в Енисейском районе сразу после Нового года. Эту переправу возле села Потапово начали строить в первых числах января. И вот теперь здесь все готово для движения автотранспорта. Толщина льда не менее 30 сантиметров. Первыми через Енисей разрешили проезжать небольшим машинам весом до 3 тонн. В самое ближайшее время лед нарастят, заливая дорогу водой, словно каток в хоккейной коробке. После этого поедут и грузовики. Поднять тоннаж планируют уже на следующей неделе. Если вторую полосу доделаем, то будет нормально. Просто у нас одна полоса запустили, мы ее и делали. Вторую полосу только начинаем делать. Сегодня некогда, завтра начнем лить и продлевать. У нас все готово, помпа готова, рабочие люди есть. Этой зимой из-за погоды два берега в Енисейском районе удалось связать чуть позже, чем год назад. Тогда дорогу через реку проложили в декабре. Для правобережных поселков района, а это около 7 тысяч жителей, ледовая переправа – залог стабильности. Если дороги не будет, значит все, в магазинах продуктов не будет. Ну и общение, мы здесь, допустим, а дети наши, внуки на этой стороне. Это тоже очень важно. Расплоры, что-то. Внуки-то там, мы здесь, а внуки там. А внуков видеть хочется. Переправа возле Потапова платная. За легковушку, к примеру, нужно заплатить 100 рублей, микроавтобус – 200. Бесплатная переправа строится в нескольких километрах. Работа здесь началась на прошлой неделе. Сейчас дорожники сбивают торосы, чтобы на лед смогла заехать танкетка. Вот после такого, как мы пройдем, потом танкетка идет. Здесь еще воду заливают. Вот впереди нас идут толщины наращивают. Для того, чтобы в танкетке тоже толщина была нормальная, как положено. Бесплатную переправу, возможно, откроют в конце этой недели. Главное, чтобы великий строитель мороз не подвел. От ледовых переправ зависят не только правобережные поселки Енисейского района, но и весь Северо-Енисейский район. Автотранспортного сообщения с большой землей там тоже ждут с нетерпением. Еще одну переправу откроют возле поселка Широкий Лог. Через нее лежит путь в Мотыгинский район. Александр Сафонов, Сергей Бурмакин. Новости.